В целом мы смогли справиться с беспрецедентным вызовом отразить натиск этой эпидемии. В июне и июле количество заражений коронавирусом в России постепенно сокращается. По оперативным данным число новых выявленных случаев сейчас практически в два раза ниже, чем в период пиковых значений мая. Вместе с тем, хочу сразу сказать, ситуация остаётся сложной и, что называется, может качнуться в любую сторону. Вот именно поэтому, кстати говоря, мы с вами и собрались. Поэтому никаких поводов для самоуспокойности, для того, чтобы расслабиться, забыть про рекомендации врачей нет. Я обращаюсь сейчас и к представителям власти, и ко всем гражданам нашей страны. Тем более, что пока далеко не во всех регионах страны удалось добиться устойчивого снижения числа заболеваний. Необходимо принимать решения только взвешенные, осторожные, аккуратные, как и прежде, опираясь на рекомендации специалистов. Потому что необоснованная поспешность, как показалась ситуация в некоторых субъектах Федерации, чревата повторным ростом числа заболевших. В этой ситуации нам нужно сохранять и наращивать мощности национальной системы здравоохранения. Впереди, как я уже говорил, осенне-зимний период. Это то время, когда во всем мире, в том числе и в России, с учетом ее природно-климатических особенностей, традиционно отмечается рост простудных заболеваний, гриппа, так называемых острых респираторных вирусных инфекций. Кроме того, по оценкам экспертов, ситуация с распространением коронавируса также может обостриться. Важно заранее просчитать, учесть все эти риски, как в отдельности, так и их потенциальное сочетание. Продолжение следует...